Телеканал «Загородная жизнь» представляет Работы сегодняшнего дня Геннадий начинает в «Теплице-Запад». Здравствуйте! Сегодня мы с вами посадим нашу рассаду томатов и баклажан. В «Теплицу-Запад», а в «Теплицу-Восток» мы это сделаем, когда наступят устойчивые теплые дни. Итак, томаты. В прошлой передаче я прогнозировал, что греющий кабель позволит нам посадить рассаду на минимум неделю раньше в «Теплице-Запад», чем в «Теплице-Восток». Ровно сутки назад мы включили подогрев. Давайте проверим, какая температура сегодня в грунте. Берем термометр, включаем. Вот видим температуру 18 градусов. Это, в принципе, уже нормальная температура для весенней высадки рассады. Я думаю, что за день-два температура как раз поднимется градусов до 22-24. Это будет вообще идеальная температура для корневой системы томатов и баклажан. Согласно инструкции на упаковке семян, томат «Ажур» и баклажан «Ажур» допускают посадку на расстоянии 40 см друг от друга кустов, так как у нас всего однорядная посадка и расстояние между рядами нам не важно. Поэтому мы сделаем лунки на расстоянии 40 см друг от друга, и на половине грядки у нас получится ровно 6 лунок и 6 растений. Мы сюда томатов сейчас и посадим. Лунки копаем неглубокие, так как томаты у нас не сильно большие. Довольно широкие, так как сажать мы их будем, засыпая грунтом, чтобы они лучше прижились и корневая система лучше развивалась. Ну и предварительно прольем лунки горячей водой. В процессе выкапывания наших лунок убираем попадающиеся корни многолетних сорняков, так как это у нас все же перегной богатый не только на семена, но и на корни сорняков. Но с остальными будем бороться в процессе. Весна удивляет погодой практически по всей России. Благодаря тому, что в теплицу «Запад» мы установили систему обогрева для грунта, Геннадий может быть уверен, его рассаде не страшны неожиданные заморозки. Но означает ли это, что счета за электроэнергию увеличатся вдвое? Ответ на эти вопросы вы услышите в следующем сюжете. Само слово «электрообогрев» подразумевает, что мы будем потреблять определенное количество электрической энергии. Но тема хорошая системы, что работая в автономном режиме, она работает не постоянно, а при помощи технических средств она регулирует температуру почвы в заданных нам необходимых пределах. Здесь очень важно поддержать необходимую температуру грунта. От этого очень много зависит и сохранить нужное количество тепла в грунте. Поэтому мы задаем определенную температуру, и система при помощи датчиков-контролеров регулирует эту систему. При достижении заданной температуры грунта система будет отключена, находиться в дежурном режиме. Ее непостоянная работа позволяет сэкономить до 30% электроэнергии. Сама кабельная продукция, сам кабель, является невысокоэнергопотребляемым продуктом, что очень важно для дачников, потому что системы обогрева есть разные. Применяются еще также газовое оборудование, водяные отопители и другие способы обогрева теплиц. Но электрический именно обогрев, он тем и хорош, что мы можем контролировать весь процесс от начала до конца с минимальным потреблением электроэнергии. Для того, чтобы оптимизировать работу своей обогревательной системы, узнайте минимальную температуру своего региона и температуру, которая требуется выращиваемой вами культуре для наилучшего созревания. Тогда вы будете знать, сколько необходимо добавить тепла и при этом не переусердствовать. Так у нас водопровод еще не подключен с горячей водой, то горячую воду придется носить лейкой. Проливаем лунки кипяточком. Можем понаблюдать, как изменится температура, если она изменится. Вот у нас 7,5 где-то литров на 4 лунки. Но сейчас еще принесем леечку, прольем оставшиеся и приступим к посадке. Вот видим, температура на 1 градус даже рядом с лункой, вот уже на 2 градуса повысилась. Поливаем кипяточком на наши томаты. Поскольку в теплице постоянно большая влажность, очень важно, чтобы металл, из которого он изготовлен, был хорошо защищен от ржавчины. Все наши теплицы оцинкованы как снутри трубы, так и снаружи. А у топовых моделей сверху оцинковка также еще и защищена хорошим слоем высококачественной краски. Также теплицы изготовлены из двойной трубы, что очень удобно. На второй трубе очень часто люди прямо внутри теплицы, прикрепив к ним уголки, размещают ящики с рассадой, либо выращивают в ней небольшую зелье. В теплице очень важен не только полив, но и проветривание. Поскольку микроклимат у каждых растений разный, важно, чтобы у вас они не перегревались и не были перенасыщены влагой. Поскольку многие дачники не проживают на своих садовых участках, а приезжают только на выходные, важно, чтобы кто-то следил за тем, как проветривается ваша теплица. Мы предлагаем для этого применять устройство, которое называется автоматический проветриватель для теплиц. Благодаря этому устройству ваше отсутствие форточки будут автоматически открываться от температуры, и точно так же вечером они будут закрываться. Устройство представляет из себя очень простой механизм с цилиндром, в котором запаяно масло, при расширении масла выталкивает шток из этого цилиндра, и шток открывает форточку. Соответственно, когда масло остывает, форточка закрывается, и на ночь у вас растение и теплица также не вымерзает. В обеих теплицах внутри грядок тоже вовсю идет подготовка к посадке растений. Множество насекомых рыхлят, удабривают и наполняют полезными элементами грунт. Вообще червяк – это уникальная биофабрика, которая перерабатывает органические отходы, в нашем случае это навоз. На выходе получается вермикомпост, который по сути своей является не только удобрением, но еще и оздоравливает почву, так как содержит в себе целый ряд полезных микроорганизмов. Компостных или дождевых червей не обязательно покупать у специализированных компаний, которые разводят их. Можно накопать рядом с навозной кучей и точно так же запустить к себе в огород, в компост или на грядке, если грядки вы эмульчируете скошенной травой. У себя на огороде каждый дачник может столкнуться с несколькими видами червей. Прежде всего, это навозный червь. Тело червя как бы покрыто полосами, чередующимися светлыми и темными. Собственно, поэтому название тигровое пошло. Если его взять в руки, то червяк выделяет желтоватую жидкость, которая неприятно пахнет. Еще поэтому одно из старых названий этого червя – есения вонючая. Тот червяк, которого в интернете называют калифорнийским, на самом деле это есений Андрей. То есть, это червь, в отличие от навозного, не имеет полосок, он красноватого цвета. И, в отличие, опять-таки, от навозного червя, не выделяет вонючую жидкость. Также на огороде, точнее в огородной земле или в огородном грунте, можно встретить такого червя, который называется истинно земляной. Он довольно бледный и живет в почве. Это как бы самый главный перемешиватель и рыхлитель на огороде. Также на огороде, особенно после дождя, весной и летом, можно встретить длинного толстого червя с плоским хвостом. Это выползок обыкновенный. Первые два упомянутых вида червей, или есения фетиды и есения Андрей, используются в промышленном вермикультивировании или вермикомпостировании для переработки различных органических отходов, в первую очередь навозов. Ну а теперь можно опять вернуться в наши теплицы и продолжить пересадку рассады. Полунки у нас готовы. Берем грунт и начинаем сажать наши томаты. Так как у нас томатов посажено с большим запасом, выбираем самые красивые и только их 6 штук сажаем в нашу теплицу запад. Вот такие у нас томатики. Не так много еще настоящих листьев. И цветочные кисти еще даже закладываться не начали. Ну, я думаю, что они очень быстро стартанут. Главное, чтобы на нашем перегное, который мы насыпали в грядке, не начали жировать. Сажаем. Пытаясь начать сажать томат, понял, что я погорячился, надо подождать. Слишком сильно горячей водой полили лунку, обжигается рука. Пальцы руки терпят на пределе, но видим, температура на датчике растет. Вот термометр очень большой гистерезис имеет, очень долго набирает температуру. Подождем немножко, пока остынет, чтобы не обжечь корни у наших томатов. Ну, кстати, 33 уже не сильно страшная температура. Пусть еще постоит. Пока остальные перемешаем. Вот температура немножко упала. Сейчас мы в лунке сделаем еще одну лунку, туда подсыпем грунта, чтобы избежать риска обжечь наш томат. И будем сажать томаты. Сильно глубоко не сажаем, так как у нас еще будет несколько сантиметров мульчи из грунта. А следовательно, мы и так засыпем томат. И ему будет возможность еще нарастить боковые корни на побеге. Так как, в принципе, засыпать можно до первых настоящих листьев. Но мы этого пока делать не будем. Так, засыпаем грунтом. Семидольные листочки можно сразу оторвать. Они свою функцию уже выполнили. Ну, вот сейчас надо будет сразу принести лейку уже не с горячей, а с теплой водой, чтобы пролить посаженный томат уже в грунте. Так, сейчас схожу за теплой водой и продолжим сажать остальные томаты. Принесли теплой водички. Поливаем наш томатик. Аналогично поступаем с оставшимися пятью лунками. То есть сажаем еще пять кустов томатов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мы выкопали шесть лунок под наши баклажаны. Сейчас их также прольем горячей-теплой водой. И по такой же схеме, как и томаты, посадим наши баклажаны. Вот наши баклажаны F1 Ажур. Сейчас мы их, собственно, с вами и посадим в подготовленные лунки. Достаем баклажанчик. Видим, корневая у него будет помощнее, чем у томата. Ему уже тесно, конечно, в этих 240 или 280-миллилитровых ячейках кассеты. Но я надеюсь, что как раз наш перегной ему должен понравиться. Сажаем прямо в грязь и сверху добавляем ему грунта. Нижние листья в следующий раз уже удалим. Они у нас начали желтеть. В принципе, до развилки у баклажанов, как у перцев, можно все листья смело удалять. Аналогично сажаем остальные, потом их все польем и также замульчируем грядку грунтом. Продолжение следует... Баклажаны посажены. Осталось замульчировать наши грядки. Баклажаны посажены. 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 у нас посажены. Солнце село за горизонт. На этом все. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!